Алена, потом Андрею. Да, Алена, потом Андрею. Я хочу сказать, что до декабря месяца выглядело так, что проблема на самом деле это Яценюк. И казалось, что если его поменять, то можно выйти из кризиса. И политические элиты должны были это осознать, с моей точки зрения, потому что мне это казалось очевидным, людям это казалось очевидно. Но у политических элит не хватило мудрости. Они флиртовали с этой идеей, но они никогда ничего с ней не сделали. И четыре месяца спустя кризис стал хуже. Это теперь не кризис Яценюка как индивидуума, это кризис политической элиты, которая сейчас есть в Украине. На самом деле, мне абсолютно все равно, с каких они партий. БПП говорит что-то об оппозиционном блоке, забывая, что 25% БПП это оппозиционный блок. Бют что-то говорит о народном фронте, забывая, что это отщепенцы от Бюта самого. И вот здесь вот люди за эти четыре месяца, они стали беднее. Они не верят никому теперь ни одной политической партии. Они не верят этому правительству. Им все равно пришли министры от Порошенко или пришли министры от Народного фронта. Они устали от демагогии. И на данном этапе, нужно сказать, политическая элита в Украине провалила то задание, которое им дали полтора года назад. Вы не справились с той задачей, которую вам предоставили. И теперь нам нужно создать то, что называется техническое правительство. Это должен быть человек без каких-то политических амбиций. Человек, который просто приведет страну к следующим выборам. И это всегда происходит в странах, когда политические элиты, особенно парламентарии, не смогли создать коалицию и не смогли... Саша, и этим человеком может стать, продолжайте, первый, второй, третий. Этим человеком может стать кто угодно. В Чехословакии, в Чехии. Но я не могу, например. Вы можете стать... Смотрите, кстати, вот если вы спросите меня, кто мой кандидат, я бы смотрел на него. Уманский, я бы сказал. На Игоря Уманского. Уманский, я прошу прощения, становитесь техническим премьером. Объявите о том, что вам не нужны какие-то... У вас нет политических амбиций. Ваша единственная амбиция провести страну через полгода, чтобы прошли выборы. Это будут очень опасные выборы. Страна может расколоться на две части. Вы привели страну к той ситуации, в которой она сейчас есть. И теперь вам нужно будет понести за это ответственность на следующих выборах.